Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжили наше строительство, решили сделать колонны, также кран, сейчас вы его видите, вот он, возле санузла. Ну, рабочие работали всего пару дней, мы, если получите, на следующей неделе мы продолжим. А те наши бочки на подставе, все работает. Вы видите, кран возле нашей террасы, возле входа на террасу. Наверное, некоторых наших подписчиков интересует вопрос, сколько ушло цемента на одну колонну. Вот на две колонны, вы их видите, высота примерно метр, мы использовали один мешок цемента. Один гравий, два песка мытых, ну и мешок цемента. Погода у нас стоит теплая, не так жарко, как во многих провинциях Филиппин, где даже школу перевели в две смены. Одна утренняя, а вторая, можно сказать, вечерняя. Хотя, по меркам нашей Средней Азии, всего 42 градуса. В нашей провинции не жарко, все нормально. Мы даже вентилятор еще не приобрели, потому что нет в нем необходимости. Сделали мы еще более удобный заезд в наш двор, уменьшили канал и под наклоном. Хотя, при заезде в двор, вот видите, высота еще приличная. Ну, посмотрим, сможешь ли трассикл проехать. Иногда лягушки забегают в наш двор через трубы, которые у нас имеются. Ну, можно, честно говоря, сетку поставить, но мы этого не делаем. Лягушка помогает избавиться от комаров. Какой пропорции мы делаем бетон? Значит, один гравий, один мешок цемента и два мешка, значит, балласта. Балласта – это мытый песок. Принее мы там уже не мешки, а тележки применяем. В итоге на один мешок цемента мы смогли заполнить две колонны высотой примерно метр. Ну, а шириной, как говорится, длиной примерно, наверное, 35 сантиметров с каждой стороны, ориентировочно. Ну, вот сейчас вы видите, опаловка стоит. Наверное, на следующей неделе еще пару опаловок сделаем, чтобы всего было четыре. Если у рабочих будет время свободное, то за неделю мы управимся. Ну, из расчета четыре опаловки на шесть дней, 24 где-то колонны. Стройматериалы немного подорожали, но я имею в виду гравмасса. Вчера я спрашивал у водителя одного, кто привозит к соседям. Три куба за три тысячи филиппинских песок. Это очень дорого. Если не ошибаюсь, мы приобретали по две с половиной или даже по две тысячи. Или по две тысячи просто грунт, а две с половиной, наверное, покупали гравмассу. И там было семь, по крайней мере, шесть кубов точек помещалось в машину. Пока наша скважина работает, мы сделали отдельно четыре бочки для скважины и четыре бочки для дождевой воды. Все-таки иногда дождь идет, но мы первоначально выдерживаем, чтобы дождь промыл стену. И потом уже открываем пробку, чтобы более чистая вода заполняла четыре бочки. Пока больше всего радует погода здесь, в нашей провинции. Прохладно, дует ветерок. Не сравнишь с Дигласом, где мы раньше жили. На этом все, дорогие друзья. Счастливо, всего хорошего. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Продолжение следует...